И, скажем так, емкость транспортного рынка на сегодняшний день составляет многие миллиарды триллионов долларов США. И если ситуацию посмотреть, как середина либо конец 70-х годов, то, что происходило в сфере информационных компьютерных технологий, в мире интернета, который зародился именно тогда, на такие компании, как Apple, на такие компании, как Microsoft, Dell Computers и еще целый ряд IT-компаний, которые зародились в то время, в принципе, ситуация очень похожа на то, что если бы вам предложили тогда вложить немного денег, и вы точно знали, что сегодня сложится такая ситуация, что те деньги, которые вы вложили, приумножатся во многие-многие разы, и вы можете стать мультимиллионером. Примерно то же самое происходит сегодня в нашем проекте, потому что вы можете стать совладельцем уникальной транспортной технологии, которая будет применима практически во всех странах мира. И, как заявляет генеральный конструктор Анатолий Дородович Уницкий, 30-50% мирового транспортного рынка – это будет в ближайшее время технология, называемая Skyway. Наша компания Skyway Capital. Skyway – это небесные дороги. Долгое время технология называлась «струнный транспорт», «струнная технология». И Skyway получилось, в принципе, название где-то с 2013 года, этого тысячелетия, этого столетия. Человек, который является виновником, является генеральным конструктором технологии, основным разработчиком, президентом группы компании Skyway. Вы сейчас видите его на экране, это Анатолий Дородович Уницкий. Начал, скажем так, родился, точнее, на территории бывшего Советского Союза. Почему его называют сегодня российским, белорусским, советским ученым, изобретателем, предпринимателем? Потому что он занимался и предпринимательской деятельностью, и деньги, которые он зарабатывал, вкладывал в развитие технологий. За время разработки технологии Skyway, на сегодняшний день 39 лет, Анатолий Дородович Уницкий дважды руководил проектами Организации Объединенных Наций, которая, скажем так, в 10-х годах нашего уже столетия выделяла дважды денежные средства на разработку и внедрение технологии Юницкого в нашу с вами жизнь. Он в 80-х годах прошлого столетия стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала перспективность разработки и внедрения данной технологии. За все время научных разработок у него более 140 изобретений, несколько десятков которых сегодня реализованы на практике. Есть 18 монографий, с которыми вы можете ознакомиться, более 200 научных работ, огромное количество материалов о технических аспектах, экономические, скажем так, отличия и преимущества данной технологии. Все это можете найти на сайте, который сейчас выделен на слайде в окошечко желто-коричневого цвета. Там действительно огромный класс материала, там есть видеоматериалы, там есть, скажем так, репортажи, которые передавались на целом ряде центральных телевизионных каналов Российской Федерации. Это уже было в нашем тысячелетии, это период с 2001 по 2009 и позднее года, где подробно рассказывалось на технологии в целом ряде тематических передач. Ну и чтобы, если есть среди вас люди, которые впервые получают информацию, либо, скажем так, край муха, когда-то слышали, что из себя представляют технологии, я хочу включить ролик, который расскажет, скажем, о шестом технологическом укладе, о следующем этапе развития мировой паутины. Только эта мировая паутина уже будет не интернет, не информационная технология, это будет мировая паутина перемещения грузов и людей по всей планете. И все преимущества развития интернет-технологий, которые мы сегодня с вами используем в повседневной жизни, они войдут и станут частью технологии под названием Транснет. Итак, коллеги, две минуты ролик, который из себя даст, точнее, вам представление, что из себя представляет технология, как она выглядит, ее основные преимущества. Мы кратко дальше пробежимся по основным положениям и по истории развития нашего проекта и перейдем уже потом к предложению компании Skyway Capital. Итак, две минуты ролик и дальше будем. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я думаю, ролик дает четкое представление, как выглядит данная технология, как выглядит транспорт уже недалекого будущего. Потому что в планах нашей компании в 2017 году выйти уже с отработанной сертифицированной технологией на мировой транспортный рынок. В ролике, который сейчас был, в принципе, даже перечислено большинство из тех пунктов, которые написаны на данном слайде, о преимуществах данной технологии по сравнению с транспортными системами, которые мы считаем нашей повседневностью, которые мы используем ежедневно. Это автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Такая транспортная система, либо, скажем так, большее можно назвать научной, как космические технологии, сегодня к транспорту практически не относится. Преимущество, которое здесь перечислено, я, в принципе, кратко озвучу, это низкая себестоимость строительства и оказание в дальнейшем транспортной услуги минимальный землеотвод, который в сотни раз меньше требуется для того, чтобы построить километр дороги, чем обычные автомобильные дороги. Полная автоматизация. То есть планируется сделать так, что человеческий фактор в управлении транспортными средствами будет исключен. Высокие скоростные показатели. То есть три сегмента транспортного рынка, это грузовой, высокоскоростной и городской. Транспортное средство в грузовом сегменте может передвигаться со скоростью до 120 км в час. Высокоскоростной междугородний Skyway 500, сейчас уже говорится о 600. Те из вас, кто захватил ролик, который был перед вебинаром, там говорилось о 600 км в час. И городской транспорт от 50 до 150 км в час. Минимальные эксплуатационные расходы. Можно использовать возобновляемые источники энергии. И это планируется делать в будущем. Это и солнечные батареи, и ветряные электростанции, которые можно размещать на эстакадах транспортной инфраструктуры, эстакадах путевой структуры. Отсутствие вредных воздействий на экологию, на человека. Комфортное передвижение в самом транспортном средстве. Низкий уровень шума, низкий уровень вибрации. То есть плавное ускорение, скажем так, при разгоне и при торможении. То есть отсутствие того, скажем, уровня дискомфорта, который мы часто испытываем, например, в наземном городском транспорте. Где куча светофоров, где большое количество машин, пробки. То есть постоянное дергание и так далее, и так далее. Плюс выхлопные газы, которыми мы дышим, да, из огромного количества труб. И много чего еще. Конечно же, это экономия времени в пути, экономия, скажем так, времени возведения строительства данных дорог. И финансовых затрат. Потому что вот если говорить про экономию, например, о стали на одном километре дороги в сравнении с высокоскоростными железнодорожными магистралями, да, это порядка 500-750 тонн экономии на километр. Вот о чем идет речь. И, конечно же, быстрый срок окупаемости дорог, которые будут строиться разного назначения. Это будут, может быть, только грузовые трассы для перемещения каких-либо минеральных ресурсов планеты. То есть какие-то компании могут строить себе специально дороги от места выработки каких-либо полезных ископаемых до, вплоть до места погрузки их в порту. Да, если их нужно куда-то передвигать, перемещать, продавать и так далее. Либо до богатительных станций, а от них уже, скажем так, строят такую же дорогу до тех мест, откуда данные грузы можно отправлять по всему земному шару. История струнной технологии насчитывает, как я вам говорил, почти 40 лет, 39, условно ее можно разбить на 4 этапа. Сегодня мы находимся на четвертом этапе, цель которого компания занимается тем, что, вот, компания струнной технологии, которую сегодня руководит генеральный директор наш Анатолий Дородчевницкий, он же президент группы компании Skyway, занимается реализацией непосредственной технологии. Строительство мэкотехнопарка сегодня, это так называется, да, с целью демонстрации возможности этого транспорта, с целью сертификации его и выхода на международный транспортный рынок. Такое уже было один раз проделано на третьем этапе развития технологии, а все началось в конце 70-х годов. То есть была первая заявка на изобретение в 77-м году, до середины 90-х был первый этап, когда Советский фонд мира выделял денежные средства, грант на развитие данной технологии. В 80-е годы была проведена первая научно-практическая конференция по внеракетному освоению космоса и о струнном транспорте говорилось в том числе. Первая публикация это 70-е, 80-е, 90-е годы в научной прессе Советского Союза и не только. Второй этап. Когда Анатолий Дородович уже четко понимал, что будет развивать струнный транспорт с 95-го по 2000-й год, в своей научной школе в Санкт-Петербурге он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу, в первую очередь речь шла о высокоскоростном Skyway, добиться минимального коэффициента аэродинамического сопротивления. Далее были продемонстрированы действующие физические модели различного масштаба. Был получен первый грант Организации Объединенных Наций на развитие данной технологии. На третьем этапе, когда был выделен второй грант, у Анатолия Дородовича Юницкого был свой собственный испытательный полигон в подмосковном городе Озеры. Вы можете на сайте найти большое количество фотографий и видеоматериалов, касаемых того времени. В это же время, когда был испытательный полигон, на котором был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний струнного транспорта. Вот вы видите ЗИУ-131, сбегающий по металлическим рельсам струнам. Сама эстакада составляла порядка 170 метров. Одно из главных достижений, как заявляют наш и генеральный конструктор, и его соратники, то, что путевая структура, метр которой весит менее 100 килограмм, выдержала транспортное средство весом более 12 тонн. В этот промежуток времени, на третьем этапе, полигон в подмосковном городе Озеры посещал целый ряд комиссий, институтов, имеющих отношение к сфере науки, техники и транспорта, в первую очередь, которые давали свои заключения, посещали международные делегации. Целый ряд международных делегаций посещал полигон в подмосковном городе Озеры и видели, что из себя будет представлять транспорт будущего, тогда об этом говорили, и в видеоматериалах тоже. На сайте, как я вам говорил, вы можете найти большое количество видеоматериалов, которые в первую очередь именно в это время были сняты и на телевизионных каналах показаны, центрального телевидения Российской Федерации, региональные каналы. В СМИ было печатано тоже много информации о технологии, разработанной ЮНИСКИМ. По сути, была отработана технология на бумаге второго поколения, и показывала на практике, как я вам говорил далее. Были даже заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Абаровский край, Ханты, Мансийский автономный округ. Это тоже вы можете найти на сайте и ознакомиться с данной информацией. Как говорит ЮНИСКИМ, эти контракты в принципе никто не отменил. То есть они как таковые есть, не было подписано никакого ДОП-соглашения, что они прекращают свою действенность и так далее. Возможно, это потенциальные будущие дороги, которые будут строиться в Российской Федерации. Но, наверное, завершающим моментом существования полигонов в подмосковном городе Озеры стал госсовет, который прошел в Ульяновской области, на котором были губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств. И те из вас, кто пришел немного раньше, видели ролик о госсовете. В прямом эфире данная информация транслировалась на всю страну, на канале Вести 24. Президенту Медведеву была представлена технология ЮНИСКИМ. В итоге, по окончанию данного мероприятия, было дано распоряжение Министерству экономики и транспорта выделить порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии. Но, к сожалению, в течение недели после принятия данного решения полигонов в подмосковном городе Озеры не стало. Важно, что ЮНИСКИМ не опустил руки. Он уже получил, скажем, практическое подтверждение тому, что технология имеет место быть, она жива. Нужно только реализовать. И до 2013 года где-то Матуридарыч ЮНИСКИМ вел переговоры с людьми мира бизнеса, с чиновниками различного уровня и целого ряда стран, на то, чтобы открыть финансирование для строительства повторного тестового полигона, испытательного участка, где можно будет строить уже технологию следующего поколения, показать. Сегодня, кстати, мы говорим о технологии четвертого поколения. И в 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатуридарыч ЮНИСКИМ. Она была оценена европейскими независимыми компаниями и агентствами в сумму свыше 400 миллиардов долларов США. На основании данного заключения, на основании интеллектуальной собственности, была зарегистрирована компания Великобритании. И было принято решение начать привлекать инвестиции посредством краудинвестинга. От людей, от обычных физических лиц. Не ждать вливания крупных сумм людей в мир и бизнеса, потому что, как правило, переговоры на эту тему часто заходили в тупик. То есть они тянулись месяцами и ни к чему не приводили. Первая инвестиция в наш проект, целью которого, еще раз повторю, является строительство, сегодня это называется Центр демонстрации и сертификации, либо Экотехнопарка. Демонстрации транспорта, сертификации его и выхода на мировой транспортный рынок. Людям было предложено в 2014 году приобрести доли компании, то есть ЮНИСКИ делится, скажем так, своей собственностью с любым инвестором, на очень выгодных условиях, и в момент выхода на мировой транспортный рынок получить очень высокий уровень доходности по тем пакетам долей компании, которые можно было приобрести в 2014 году и сегодня. Об этом мы с вами немножко впереди поговорим. Как я говорил, цель движения по схеме краудинвестинга это привлечение инвестиций с целью финансирования строительства Экотехнопарка. Сегодня это происходит в Республике Беларусь. Долго искали место, инвестиции, как я вам сказал, первые пришли в 2014 году, в 2014 же году, скажем так, важным мероприятием, важным событием стало открытие нашего научно-производственного предприятия в Республике Беларусь, в городе Минске, когда появились первые конструкторы, первый инженерный персонал. Сегодня это более 150 человек, это 15 конструкторских бюро, которые каждый день дружно, активно работают над реализацией данной технологии. На данном слайде перечислен неполный список тех структур, которые давали свои экспертные оценки во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Это институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Гостроя России, Министерство экономики транспорта, Российская инженерная академия, Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения, про ООН мы с вами уже говорили. Было получено более 50 патентов на ноу-хау, которые Юницкий сегодня использует в своей технологии, и более 40 различных международных призов, наград на целом ряде форумов, которые проходили в период где-то с 2000 по 2011-2013 год. Кстати, на выставке мы были не так давно, в 2014 году проходила выставка на территории бывшего завода «Москвич». И вот скоро состоится транспортный форум, крупный, международный, на территории Евросоюза. Мы о нем немножко впереди скажем. Ну и сейчас находимся в 2016 году, но нельзя пройти мимо 2015 года, который стал ключевым и переломом. Ну, во-первых, скажем так, в начале года компания определилась с участком местности, где будет. В дальнейшем планировалось, точнее, строить экотехнопарк, и в январе 2015 года было принято решение за этот участок бороться. По законам, существуя в Республике Беларусь, скажем так, это право можно было получить на аукционе. Аукцион был намечен на юм месяц. В феврале месяце начала свою деятельность наша компания Skyway Capital, которая занимается непосредственно привлечением инвестиций. В мае месяце, в апреле месяце прошли двухраундные переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах с руководством, скажем так, Эмирата Абудаби, и спланировано дальнейшее совместное деятельность с арабскими партнерами, то есть потенциально там возможно строительство тоже и тестового полигона, и была предложена модель строительства линейного города, то есть, как и многие другие, арабская сторона выжидает, что мы покажем в этом году на полигоне в Минской области, недалеко от города Марина Горка в Пуховичском районе. Именно там в июне месяце нам была предоставлена земля 22 июня. 29 июня была сделана запись в Едином государственном регистре недвижимого имущества Республики Беларусь, что участок местности площадью 36 гектар закреплен на долгосрочную аренду за предприятием струнной технологии, которым руководит Анатолий Дарович Юницкий. Еще добавлю, когда показывал слайд с Анатолием Даровичем Юницким, три высших образования, которые были им получены в процессе своей жизни. Это инженер транспорта, патентное право изобретательства и проектирование строительства высотных зданий и инфраструктурных сооружений. Он все сегодня реализовывает на практике в технологии струнного транспорта, в струнных технологиях. Потому что струнные транспорты, точнее струнные технологии, это не только транспорт второго уровня, хотя мы говорим о нем в основном. Это также строительство домов высотных и зданий коттеджного типа по струнным технологиям. Строительство струнных портов, которые будут вынесены на эвакуаторию морей, океанов и озер крупных. Это строительство взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, строительство мостов. То, что можно делать там, где можно использовать трудные технологии, при этом экономить время на возведение данных, инфраструктурных сооружений, строительные материалы, деньги, людские ресурсы и так далее. Далее, в 2015 году, в июле месяце начались первые работы на территории экотехнопарка, изыскательские, пробы грунта и так далее. Потом, в процессе, скажем так, до конца года был получен целый ряд сертификаций на сертификатах на ведение различных видов деятельности и строительных работ и так далее. В сентябре месяце специалистами нашей компании был получен так называемый Международный инфекционный код ценной бумаги, АйСин. Это процедура, которую проходят фактически все публичные компании, акции которых вы можете найти на крупных международных биржевых площадках. Далее, в сентябре же месяце нашу территорию экотехнопарка и конструкторское бюро посетил Ротхук. Это экс-министр Австралии, транспорта, точнее, Южной Австралии. Он посмотрел, что из себя представляет технология, потому что информация к нему пришла в начале лета, да, 2015 года. Познакомился с Анатолий Дарычем Леницким и, как мы говорим, отправился в освоясь и с твердым намерением развивать данный вид транспорта на территории австралийского континента. Ротхук, известный человек в своей стране, он реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов на сумму, как говорит Виктор Побурин, свыше 10 миллиардов долларов США. Сегодня он возглавляет нашу австралийскую компанию, Skyway Австралия. Далее, в октябре месяце прошла международная конференция в Белоруссии, в Минске, да, и в октябре же месяце, в этот же день, 18 октября, была осуществлена закладка нулевого километра дороги Skyway в Минской области, в Пуховичском районе, далеко от города Марина Горка. Вы это видите на данном слайде. Далее, компания «Струнные технологии», являющаяся одной из компаний нашего холдинга, приняла участие вместе с Пуховичским райисполкомом в тендере, и получила часть денег из 5 миллионов евро, которые распределялись порядка между 20 проектами, принимающие участие в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». В конце ноября 2015 года группа компаний Skyway приняла решение руководству компании перейти на новый инвестиционный продукт, привлечение денежных средств с целью финансирования строительства экотехнопарка на базе краудинвестинга в рассрочку. То есть людям предложена возможность инвестировать незначительные деньги ежемесячно и при этом получать на выходе солидный пакет долей компании. То есть несколько десятков тысяч. Есть пакеты, которые можно, скажем так, в рассрочку уплачивая до нескольких миллионов долей компании. То есть добавлю еще один важный момент. Предполагаемая цена в конце 2017 года одной доли компании – 1 доллар США. Мы не утверждаем это на 100%. Но если все будет проделано, как у нас запланировано, а мы, скажем так, от планов не отстаем, от запланированных выполненных работ, то потенциально то, что вы сегодня можете проинвестировать, купить какое-то количество долей компании, то есть сколько долей у вас в пакете, столько долларов будет у вас в наличии, если вы примете решение, эти пакеты реализовать. А вообще вы сегодня, каждый человек получает возможность пока еще, да, стать совладельцем данной технологии. И в дальнейшем эта технология будет использоваться в большом количестве адресных проектов. Соответственно, со всех адресных проектов, в которых будет компания получать прибыль, часть прибыли будет распределяться в виде дивидендов на те доли компании, которые будут приобретены инвесторами. Соответственно, чем больше у вас долей компании, тем больше сумма ежегодных, если будет принято раз в год выплачивать дивиденды, денег будет вам начисляться на тот пакет, либо на те пакеты, потому что у нас есть возможность приобретать пакеты хоть каждый день. То есть, когда вы принимаете решение, тогда вы можете это делать. Итак, коллеги, мы сейчас с вами находимся в 2016 году, который, в принципе, близ к концу, да, то есть сентябрь месяц, это окончание третьего квартала 2016 года. Важным событием в начале года стало обращение в письме Анатолия Дарвича к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который является сегодня премьером Российской Федерации. И в письме Анатолий Дарвич сказал, что спасибо вам большое за то, что обратили внимание на госсовете в 2009 году на нашу технологию. Тот вопрос, или, скажем так, та проблема, которая возникла, где вы сказали, что найдете финансирование, пожалуйста, развивайте. Мы этот вопрос нашли ответ на этот вопрос. Денежные средства у нас есть, мы сегодня встроим экотехнопарк и приглашаем вас в конце года лично приехать и убедиться, что проделано, какая работа проделана нами и как все это выглядит. 11 февраля экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признал технологию разработки Анатолия Дарвича Медведевским инновационной. Данный документ, который, в принципе, здесь взят скрины из этого документа, он там имеет несколько листов, вы можете найти на сайте подразделения Минтранса. В принципе, ссылку можно найти у нас на сайте протокол номер 16 до 11 февраля, где вы можете ознакомиться с данным экспертным заключением. Рабочая группа экспертного совета Минтранса Российской Федерации в марте месяца 25-го числа признала технологию перспективной и было дано распоряжение комитету группе по импортозамещающим технологиям техно-сотрудничать со специалистами компании «Струдные технологии», вы видите, с целью дальнейшего выявления, что из себя представляет данный транспорт и перспективного взаимодействия уже по конкретно взятым местам, где данную технологию можно будет использовать, четкие просчеты, почему это выгодно, насколько это выгоднее по деньгам, по времени и так далее. Важное мероприятие, о котором я уже сказал и которое должно начаться у нас на следующей неделе во вторник, называется оно «Инотранс». Это крупный международный транспортный форум, на котором будет принимать участие порядка 2900 компаний со всего земного шара. Это проходит в Берлине, на территории Евросоюза. И специалисты нашей компании получили приглашение непосредственно из Евросоюза, то есть не мы искали, куда бы нам попроситься, а у строителей данного форума прислали непосредственно в компанию «Струдные технологии» приглашение для участия. В категории «Транспортные инновации» будет представлена технология Анатолия Дарыча Веницкого. Анатолий Дарыч, как генеральный конструктор, принял решение, продемонстрировать там помимо макетов, которые как правило показывают, что все представляет транспорт, полномасштабные действующие модели «Юнибуса» и, скажем так, «Юнибайка». Это легкое транспортное средство, которое используют и ноу-хау, которое есть у специалистов нашей компании, двигатель, мотор, колесо. Ну и плюс ко всему еще вашу физическую энергию. То есть это, скажем так, хороший тренажер, который будет позволять вам и укреплять здоровье с одной стороны и с другой стороны быстро перемещаться по планете. Потому что скорость предполагаемая на данный момент порядка 90-100 км в час у этого «Юнибайка». В дальнейшем планируется после данной выставки данные транспортные средства уже направить на территорию экотехнопарка и этой осенью продемонстрировать в планах компании действующую городскую трассу Skyway и легкую трассу. Продолжается сейчас вестись работа на возведение строительства грузовой трассы Skyway с погрузочно-разгрузочным терминалом. То есть также это анкерные опоры, установка промежуточных опор, потом ферм, путевой структуры. В 2017 году планируется начать строительство и к концу года закончить 15-километрового участка высокоскоростной трассы Skyway, который, скажем так, продемонстрирует высокоскоростную мавиниду скоростью до 500 км в час. Если ранее говорилось, это еще года полтора назад Анатолия Мудардовича, на тот момент со всеми ноу-хау, которые были, что нужен 30-километровый участок, чтобы разогнать транспортное средство, то работы, которые были проведены за ближайший год-полтора, позволили этот участок сократить до 15 км, и транспортное средство будет разгоняться до 500 км в час и успеет затормозить. В этом году уже состоялся крупный форум инвесторов нашей компании под названием Экофестиваль. Это было в Республике Беларусь 23-24 апреля, на нем было несколько десятков наших партнеров, более 700 человек было в первый день на территории Экотехнопарка. Люди, инвестировавшие денежные средства, кто-то в 2014 году, кто-то в 2015 году, кто-то непосредственно перед этим мероприятием приехали, лично убедились, что проделано, какие работы были выполнены на тот момент. Ну а сегодня практически чуть ли не в три смены ведутся строительные работы на территории Экотехнопарка над созданием струнного транспорта с целью, как я говорил, демонстрация. В дальнейшем будет, как только продемонстрировано, начнется промышленная отработка и подготовка к сертификации данного вида транспорта. Все чаще информация о нашем проекте появляется в средствах массовой информации. Проходят различные конференции, в которых принимают участие сотрудники компании струнные технологии. Ну, например, конференция о развитии транспортной инфраструктуры на территории Крыма. Это состоялось 22 июля. Представлял нашу компанию Кирилл Бадуллин, который предлагал целый ряд решений инфраструктурных транспортов, конкретно для участка местности на территории Республики Крым. В Словакии был заключен договор со Словакским транспортным университетом о взаимодействии. И цель в принципе этого взаимодействия создания адресных проектов на территории Словакии и Центральной Европы. В июне месяце состоялся второй приезд Рода Хука на территорию конструкторского бюро, на территорию Экотехнопарка. Он приехал не один, привез специалистов других компаний с целью познакомить с технологией Юнистского. Они были несколько дней, после чего уехали, скажем так, в Австралию. И высока вероятность, что Род Хук будет переставлять нашу технологию на транспортном форуме и на Транс. Большое количество печатных изданий, интернет-изданий, средств массовой информации в виде различных радиостанций, на которых говорилось о технологии Skyway, причем и на территории СНГ, на территории Европы, на территории Австралии. Род Хук принимал участие в целом ряде телевизионных передач, скажем так, в новостных программах, рассказывал о технологии Skyway и о тех потенциальных, скажем, проектах, которые предполагают реализовать на территории Австралии. Один из них – это строительство трассы небольшого участка, но тем не менее для удобства студентам университета Флиндерс, это в Южную Австралию. Ролик, кстати, перед самым началом нашего вебинара, наверняка те, кто пришли, немножко раньше видели, да, то есть представление технологии, разработанной в Ницке на первом канале, канал «Беларусь-1», это центральный телевизионный канал Республики Беларусь, на котором освещаются все достижения в Республике за день, там, за неделю, за месяц. И о технологии Skyway говорилось в том числе. Виктор Бабурин, который является зам генерального директора по развитию, принял участие, скажем так, в мероприятии, которое проходило в Танзании, и он на это мероприятие представлял Республику Беларусь. То есть это было сделано по приглашению МИДа Республики Беларусь. Виктор Езил и представлял технологию, что у нас есть такая технология, которую можно внедрять практически в любой стране мира. Это о технологии. Это о том, что мы вводим сегодня на жизнь. Это, можно сказать, товар группы компании Skyway, технология, которая в ближайшее время увидит свет и начнет распространяться по миру. Сегодня вы становитесь совладельцами этой технологии до момента того, как она начнет приносить прибыль. И дальше стоимость ваших долей компании будет только расти. И вот с целью популяризации проекта, с целью, скажем так, привлечения большего объема инвестиций была создана компания Skyway Capital. Она зарегистрирована в Великобритании в 2014 году в конце, а начала свою деятельность, как я вам сказал, 23 февраля 2015 года. Была проведена первая презентация. Компания является официальным партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций. Вы можете на нашем сайте найти видеоролик, где директор компании Skyway Capital Евгений Кудряшов подписывает договор о взаимодействии с Анатолием Даровичем Юницким. Вся деятельность нашей компании направлена на выведение на мировой транспортный рынок новой технологии, о которой мы с вами немного поговорили. Подробнее вы можете ознакомиться на сайте или на мероприятиях того же Александра Мэнко. И Skyway Capital работает на базе той же платформы по системе краудинвестинга, по которому начали привлекать инвестиции в 2004 году компания Ресвэйсистема. Данная система показала свою живучесть, эффективность. Практически все, что на сегодняшний день сделано, это сделано благодаря тому, что физические лица, простые люди, проживающие в целом ряде стран, сегодня более 70 стран, из которых инвесторы стали совладельцами пакета долей компании Skyway Capital. Задача, которую ставим перед собой компания Skyway Capital, это привлечь максимальное количество инвесторов на базе микрофинансирования, на основе микрофинансирования. На очень выгодных условиях сегодня людям предлагается возможность стать совладельцами долей компании Skyway Capital, то есть долей группы компании Skyway. Вы становитесь совладельцами технологии и данная возможность, раз уж мы говорим о микрофинансировании, фактически предоставляется людям разных социальных слоев, разного уровня достатка ежемесячно. То есть и пенсионеры могут стать совладельцами, потому что есть пакеты стоимостью около 1000 рублей Российской Федерации, да, и студенты, если они проникнутся данной информацией, разберутся и поймут, что это может быть. Мало того, даже если вы сегодня относите себя к пенсионерам или к студентам, вы можете стать совладельцами поначалу небольшого пакета и при простых действиях, о которых мы немножко впереди поговорим, стать крупным акционером нашей компании и в итоге ваш портфель инвестиций может составлять там и несколько десятков, несколько сотен тысяч долей компании, а может быть и миллионов. Для этого не нужно, скажем так, заниматься тяжелым физическим трудом, хотя нужно предпринимать определенные усилия, какие я потом скажу. Данная возможность инвестирования фактически раньше была доступна только для людей, которые относятся к кругу миллионеров, мультимиллионеров. То есть, как правило, именно эти люди имели возможность вкладывать в высокорискованные инвестиции, венчурные инвестиции, да, обычным людям это не позволяется в крупных государствах, вот. И, как правило, на начальном этапе миллионеры, мультимиллионеры, миллиардеры распознают выгоду, да, от того, что что-то, какая-то идея появилась, она может реализована быть на практике, вкладывают денежные средства, и в итоге, когда эти компании выходят на мировой рынок, акции начинают котироваться на высоком уровне, они получают основной доход. Сегодня данная возможность есть фактически у каждого из вас. Компания Skyway Crypto ставит перед собой задачу создать благоприятные условия для каждого инвестора. В принципе, нужно для этого только устройство для выхода в интернет и сам интернет. Вы можете это сделать из дома, из кафе, с работы. Ну, в принципе, с работы, наверное, не нужно, не рекомендую, потому что ваше руководство может к этому отнестись не очень хорошо. И, конечно же, обеспечение максимальной прозрачности всем действием, что делаем мы, что можете делать вы, и доступности информации обо всем. О развитии проекта в целом, о компании Skyway Capital, о технологии, о ваших возможностях, которые предоставляются, как я вам сказал, абсолютно любому человеку, проживающему в любой стране мира. Итак, какие инвестиционные возможности есть у нас? Мы говорим сейчас об инвестициях. То есть, о том, что вы можете приумножить свои денежные средства, стать совладельцами крупнейшей технологии, а в дальнейшем, кстати, вот краудинвестинг, в чем его преимущество, получать доход с огромного количества адресных проектов, в которых будет использована технология Анатолия Дорчевницкого. Минимальный пакет, вы видите, вверху он выделен, да, в рамочку, стоит, как я вам говорю, 15 долларов США, эквивалент порядка тысячи рублей. Чуть меньше, чуть больше, в зависимости от курса доллара. На выходе любой человек, купивший данный пакет, получает 540 штук долей компании. Как я вам говорил, к 2017 году предполагаемая цена каждой доли – это 1 доллар США. То есть, ваши денежные средства могут переумножиться в 36 раз. Далее, каждый последующий пакет имеет большее количество акций, больше уровень доходности, потому что третий столбик, который здесь вы видите, называется дисконт. Другими словами, это, скажем так, то количество раз, во сколько ваши деньги приумножатся. Я здесь выделил еще один пакет, который стоит тысячи долларов, да, то есть он включает в себя приличное количество акций, 180 тысяч на выходе сразу, да. По сути, это может быть даже такая, ну, относительно ничего, квартиры и даже в Москве, либо в Ближней Подмосковье, на выходе, да. То есть, 1000 умножить на 180, потому что 180 – уровень доходности. Это стандартный прайс лист. В большинстве своем, скажем так, сюда действительно инвестируют те люди, у которых есть возможность небольшая, приобрести себе маленькие пакеты, да. Вот. Либо часто люди у нас используют акционный счет, что это такое, я немножко позже скажу. Далее, у нас есть возможность сегодня еще пока приобрести так называемый акционный пакет под названием «Инотранс». У нас в прайс листе, он выделен на желтом фоне. И отличие, кстати, от предыдущего пакета, да, стоимостью 1000 долларов. То, что первоначально вам начисляют вместо 80 тысяч за 1000 долларов США, а 235. Если вы купите себе еще один пакет, потому что этот пакет был запущен в июне и предполагалось, что не позднее, чем через месяц после покупки пакета, если вы докупаете себе еще, еще и еще, то в течение четырех месяцев, если вы четыре раза купите пакеты «Инотранс», вам будет начислено сначала 235, потом 270, потом 290 и дальше 300 тысяч акций. Суммарно там миллион сто тысяч, грубо говоря. Этот пакет можно купить и сейчас и оплатить его в течение четырех минут, каждую минуту покупая последующие, вам будут начислено это количество акций. Либо там в течение нескольких дней, оставшиеся до начала мероприятия «Инотранс». У нас есть пакеты для людей, проживающих на территории развитых стран, как мы говорим, стран Европы, Центральной Европы, Западной Европы, потому что, скажем так, номинал этих пакетов от 5 тысяч долларов США до 50 тысяч долларов, вы инвестируете сразу. Те люди, которые приобретают данные пакеты, становятся сразу совладельцами от 1 миллиона 400 тысяч акций до 16 миллионов 750 тысяч. Плюс право высадить на территории экотехнопарка свое именное дерево. Те, кто покупает пакеты от 10 тысяч и дороже, это дерево эксклюзивной породы, редкой породы. Оно будет под вашим именем стоять на территории экотехнопарка, будет увековечено. Вы сможете туда потом приезжать и видеть свое дерево, скажем так, которое было высшим. То есть вы приняли участие в развитии нашего проекта. Это, я считаю, большой финансовый плюс, который может состояться в вашей жизни. Но еще и моральный, духовный. Что вы принимаете участие в очень крупном инвестиционном инновационном проекте, который может изменить жизнь земли в лучшую сторону, повысить средний уровень жизни людей, проживающих в огромном количестве стран, где будут строиться данные дороги. Потому что одна технология, внедренная, это огромное количество высококвалифицированных рабочих мест. Посмотрите, что произошло с миром при внедрении технологий интернета и информационных технологий. Открылось большое количество предприятий, появилось большое количество устройств, огромное количество людей освоили новые специальности и так далее. То же самое будет происходить при внедрении в нашу самую жизнь технологий Анатолий Дарчевницкого. На данном слайде вы видите пакеты, которые вы можете приобрести исключительно с бонусного счета. Я вам говорил, что у нас есть еще возможность, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой транспортный рынок и на мировой рынок инвестиций, зарабатывать деньги. По партнерке буквально два слова скажу позже, подробнее завтра в 13 часов. Итак, четыре пакета стоимостью от 250 долларов до 1800 с очень хорошим дисконтом. То есть дисконт здесь составляет от 161 до 318 раз ваши денежные средства могут возрасти. Кстати, дисконт 318 на стандартном пакете, сейчас я вам скажу, это где-то порядка стоимость 10 тысяч, видите, а там 1800. Далее, у нас есть возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. У нас есть стандартные пакеты, которые в личном кабинете где-то, по-моему, с 23 января. Называются они старт, сеньор, стабильный бизнес. Очень большое количество наших инвесторов покупают именно пакеты в рассрочку. Порядка 90% тех, кто инвестирует сегодня в наши технологии. Вы можете инвестировать ежемесячно 25 долларов, 50, 100, 200, 500, 1000, 2500 и 5000. То есть нижняя линейка пакетов, это как раз таки для людей, опять же, состоятельных, либо проживающих в развитых странах, где и зарплаты повыше, и пенсии посолиднее, и где, скажем так, социальные пособия выплачивают несколько тысяч евро в месяц. О таком можно только мечтать и у большинства, скажем так, работающих на территории СНГ. Итак, коллеги, у пакетов в рассрочку есть дополнительные условия, то есть вы можете получать еще дополнительные бонусные акции, например, двойной платеж, если вы делаете в течение своей рассрочки платеж в течение временного отрезка не более 24 часов, то есть у нас называется двойной платеж, вам начисляется от 9 тысяч до 144 тысяч акций дополнительных 405 тысячам акций, которые есть на потете бизнеса. То есть за 1800 долларов, если вы будете выплачивать 9 месяцев, вы получите 549 тысяч акций нашей компании. И у нас есть пакеты, которые вы можете приобрести на несовершеннолетних детей. Тоже в рассрочку, тоже инвестируя незначительные средства ежемесячно, 65 долларов либо 150, эти пакеты на 9 месяцев. Здесь также есть двойной платеж, если вы можете себе позволить это, вам дополнительно начислить либо 30, либо 85 тысяч акций к тем, которые вы видите большими цифрами вверху. Если вы будете своевременно вовремя оплачивать рассрочку, будете, скажем так, как мы говорим, добросовестным платильщиком, то акции, которые вы здесь приобретаете, они оформляются на ваших детей. А вот на премиальный счет, в конце выплаты этой рассрочки, вам начисляется либо 5, либо 10 тысяч долей нашей компании, которые вы можете оформить на себя. Партнерская программа. То есть помимо того, что вы в будущем сможете получить доход от продажи тех пакетов, которые приобретаете сегодня, либо от дивидендов, которые вы будете получать, если дотерпите до этого времени, не продадите свои пакеты долей компании, у нас есть возможность создать свой собственный бизнес по партнерской программе. Это работа с информацией, это популяризация нашего проекта. Вы можете делиться информацией с людьми, которые вас окружают в повседневной жизни, вы можете это делать посредством интернета, где огромное количество людей. Если вы обладаете каким-то авторитетом и вокруг вас есть какой-то дружный коллектив, либо у вас есть большое количество друзей, которые вас уважают и ваше слово ценно, у вас будет быстро получаться расти по квалификациям нашей партнерской программы и получать дополнительный доход, либо создать бизнес и возможно уйти от той ситуации финансовой, которая у вас на сегодня не такая, как хотелось бы. Преимущества партнерской программы достаточно много. Как я говорил, что даже проинвестировав 15 долларов США в развитие нашего проекта, вы можете стать крупным акционером нашей компании, потому что вот здесь шестое преимущество, то вознаграждение, которое вам начисляется, оно идет на бонусный счет, это деньги, которые вы можете выводить и использовать их каждый день. Идет на акционный счет. Акционный счет на сегодня, скажем так, количество денежных средств, начисляемых на него, в половину меньше, чем на бонусный. Но эти средства вы можете только реализовать на приобретении пакетов долей компании. Если вы активно развиваете партнерскую программу, у вас идет активное начисление на бонусный акционный счет, то вы тем самым можете значительно увеличить свой портфель инвестиций в нашем проекте, приобретая акции с акционного счета. То есть не тратя на это живых денег, как мы говорим, ни из своего кошелька, ни из своего заработка, ни с бонусного счета. Это право у вас есть. Есть у нас бывают акционные промо-пакеты, которые вы можете приобрести только с основного счета, либо с бонусного. Но тем не менее, никто вам не запрещает докупать пакеты долей компании с акционного счета, потому что вы это заработали. Вас компания за это вознаграждает. За то, что вы помогаете нам. Выплаты процентов могут быть до 20% от товара оборота, который вы непосредственно делаете благодаря своим усилиям. Это от людей, которые приходят следом за вами. И вплоть до 24 уровня глубины вы можете получать от 0,1% из товара оборота до 7. В зависимости от уровня. Подробнее, как я говорил, мы рассматриваем на вебинаре по партнерской программе. И нет никаких ограничений по отношению к вам в количестве тех людей, которых вы можете пригласить за собой. Есть элемент разумности. Мы опять же говорим о нем на партнерке. То есть сразу, скажем так, 10 человек активных очень сложно охватить, потянуть на себе. 3-5 человек потом обучили люди и делают простые шаги. Благодаря чему? Благодаря еще тем инструментам, которые есть в личном кабинете каждого партнера компании Skyway Capital. Это план вознаграждения. Подробно рассказываешь, что и как его вы можете скачать на компьютер и показывать, рассказывать своему окружению. Это реферальные ссылки, благодаря которым люди регистрируются следом за вами, либо поначалу выходят на наши информационные ресурсы, подробно знакомятся с технологией, нажимают кнопку регистрации, они закрепляются за вами как реферальные партнеры. Если они будут что-то приобретать, вы будете вознаграждены положенным вам процентом. Баннеры для тех людей, которые умеют работать в интернете, у которых есть свои интернет-страницы, вы можете разместить HTML-код баннера, их порядка 60 видов, в любом месте удобном, на вашей интернет-странице. Он будет моргать, он будет менять, скажем так, внешний вид. Если ваши страницы посещаемые, то поверьте, какое-то количество людей нажмут на баннер, перейдут на наши интернет-ресурсы, и кто-то из них может нажать кнопку регистрации, потом стать нашим партнером, инвестором, вашим активным партнером построения инструкторов. Используйте данные инструменты, если у вас есть интернет-страница. Раздел новостей в личном кабинете также является инструментом. Напротив каждой новости есть кнопка соцсети, в которой вы можете быть зарегистрированы. Нажимаете поделиться, пишите, о чем эта новость, ваши друзья, ваши знакомые в этой соцсети, те люди, которые находятся в группах, в которых находитесь и вы, получат информацию о том, что вы что-то интересное разместили, смогут с этим ознакомиться, разобраться и также зарегистрировавшись стать вашими партнерами. Помимо презентации, которая проходит сейчас, у нас есть большое количество обучающих мероприятий в режиме онлайн, у нас есть большое количество презентаций, которые ежедневно практически проходят в целом ряде регионов и стран на разных языках мира. У нас есть различные промо-акции, которые появляются в разделах «Инвестировать личного кабинета», то есть из-за информации. Это пакеты с выгодным дисконтом и так далее и так далее. Скоро, кстати, добавлю все-таки информацию, после мероприятия «Инотранс» высока вероятность, что мы достаточно быстро перейдем на следующий этап развития и будет изменение дисконта, уменьшение уровня доходности по тем пакетам, которые сегодня можно купить. То есть сегодня пакеты можно купить дешевле, чем это будет в недалеком будущем. Когда и где проходят такие мероприятия, вы легко можете найти в разделе событий расписания онлайн либо оффлайн мероприятий. Есть такие таблички. Кликнув на то мероприятие, которое вы заинтересовались, вы можете увидеть, кто его будет проводить, во сколько. Если это живое мероприятие, то вы можете увидеть телефон организаторов и туда потом дозвониться, пригласить своих людей, которые проживают в этом регионе для того, чтобы они получили информацию. У нас давно реализована почти через месяц-полтора такая устойчивая работа службы технической поддержки на сайте. Вы можете обращаться со страниц сайта либо из личного кабинета в службу технической поддержки, задавать свои вопросы, рассказывать о ситуациях, которые у вас произошли. И наши специалисты вам с удовольствием помогут разобраться в том, что происходит. И в целом, то, что я говорил последние 20 минут, это отличная возможность для каждого из вас, для людей, которые вас окружают, стать участником проекта, о котором я рассказывал. А вторая сторона вопроса это изменить собственную жизнь в лучшую сторону, улучшить финансовую составляющую, если она вас сегодня не устраивает. То есть выгод очень много от взаимодействий с нашей компанией. На этом у меня все. Еще раз добавлю, что в принципе сегодня уже пришла информация, что специалисты нашей компании находятся на территории Евросоюза в Берлине. Зам генерального директора Виктор Бабурин сегодня написал, что они уже занимаются созданием стенда в месте выставочной экспозиции. У нас будет там два места, где будут работать специалисты нашей компании на выставке «На Транс». Вчера у нас в офисе в Москве был Анатолий Бердорович Ницкий, он проводил переговоры с европейскими партнерами. Результаты мы потом, я думаю, в будущем узнаем о чем. То есть мы очередной раз его увидели, пообщались, сделал несколько фотографий с работниками нашего московского офиса и поехал дальше развивать проект на территории Республики Беларусь. На данном слайде координаты, которые у нас есть в Москве, где мы находимся, как нас найти, как нам позвонить и так далее. У меня же все, как я вам сказал, да? Поэтому, в принципе, если... Вы знаете, да, на выставке будут представлены элементы системы управления, потому что задавались эти вопросы Сибирякову, многие, скажем так, решения уже найдены, поэтому там много что будет представлять. И разработка, вы поймите правильно, скажем так, системы управления, которые существуют, они никогда, скажем, разработка этих систем управления совершенствует, она же никогда не заканчивается. Я думаю, вы со мной согласитесь. На месте ничего не стоит. Да, что-то представили. Вот я даже простой пример приведу. Вот те из вас, кто смотрел, может быть, новости, если в Российской Федерации. У нас было запущено вот тут после 10 сентября МЦК. Да? Кольцо, где ходят электрички, ласточка и так далее, так далее. На презентации Путину кто-то там из транспортного, скажем так, цеха, да, Московской мэрии там или чего-то еще, Собянин там был, он сказал, что, вы знаете, Путин сказал, да, хорошая, классная, там, современная электричка и так далее. Он сказал, да, это современная, мы вот запустили, но мы уже им на смену готовим следующее, которое будет вот это, вот это и вот это. Поэтому вот полгода назад электричка, которую внедрили, она являлась типа новейшей, а сейчас на смену ее придет уже еще более навороченная, с большими, скажем так, возможностями и так далее, и так далее. Поэтому система есть, но она все равно будет совершенствоваться и разрабатываться. Насчет искусственного интеллекта с элементами самообучения, вы знаете, я вам сейчас сказать не готов, потому что я, например, не футуролог, да, как некоторые люди, которые у нас проводят мероприятия. Давайте дождемся то, что будет, то, что будет представлено. Те элементы, которых можно будет рассказать, нам расскажут с вами. То, что будет современная система управления, будет ли там искусственный интеллект, там и так далее, и так далее, да, наверное, что-то будет, какие-то элементы. Что я не могу сказать, я не конструктор данной технологии, да, я не занимаюсь разработкой системы управления. Хотя когда-то я учился, у меня образование там АСУ, но это и касалось пуска стратегических ракет. То есть автоматизированная система управления страшным оружием. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, если вопросов, касаемых, скажем так, технологий, касаемых наших проектов больше нет, добавлю еще один момент. Сегодня четверг, и, как правило, по четвергам 19 часов Владимир Маслов дает очень интересную информацию и об адресных проектах, и о юридических аспектах взаимодействия с компанией, с группой компании Skyway. Поэтому у вас есть время встать, размяться, заварить себе чаю, кофе, нарезать бутерброд. Вот. Либо взять ручку с тетрадкой и активно послушать информацию с 19 часов по Москве, задать свои вопросы, касаемо технологий и так далее. Я же вас хочу поблагодарить за то, что были сегодня с нами. Завтра в 13 вебинар у нас по партнерской программе. А в следующий четверг во время выставки «Инотранс» у нас в Москве пройдет мероприятие. Презентация, кстати, четверговая, она будет в среду, на следующей неделе. А в четверг будет мероприятие «Живое в Москве», где, возможно, мы сможем уже даже показать какие-то ролики с выставки и так далее, и так далее. Поэтому, если у вас есть москвичи и подмосквичи, дайте им информацию о том, что сегодня в разделе новостей сайта нашего Skyway Capital вышла новость о том, что в Москве будет презентация, и там есть кнопочка «Зарегистрироваться». Это будет проходить, кстати, недалеко от нашего московского офиса в гостинице Татьяна, совсем рядом с метро Павелецкая либо с метро Севпуховская. Будем рады вас видеть. И рады вас видеть на вебинаре ежедневном. Еще раз спасибо за внимание.